Друзья мои, всем привет! С вами снова Светлана Генчева и вы на моем канале Переехать в Болгарию. Сегодня вопросы, касающиеся меня лично, потому что после моих последних видео, ну не совсем последних, а предпоследних, очень много народу стало мне писать, что я какая-то не такая, да, и двое человек задали очень интересные вопросы. Вопросы, касаемые моей личной жизни. Ну, не знаю, наверное, моих зрителей это очень вопрос волнует, потому что прям двое человек задали в голос один и тот же вопрос. Кто ж меня такую полюбит, если я прям всем грублю, всем так зло отвечаю, и людей этот вопрос волнует очень сильно. Например, вот Анатолий из Москвы считает, что на такой женщине, как я, он бы никогда не женился. Анатолий, уважаемый, вы себе, пожалуйста, не льстите. Тот же, например, Сергей из Вологды говорит о том, что нельзя так общаться с людьми, как общаюсь я. Я всем грублю, я там еще кого-то посылаю. Значит, посылаю и грублю я исключительно тем людям, кто считает нужным делать мне замечания. Тем людям, кто считает, что я как-то неправильно веду твой личный канал. И тем людям, кто считает, что под моими видео можно жаловаться, плакать. Я всех обязана пожалеть. Друзья, ну, вот все вот это, вот это касается треугольника Карпмана, да. То есть я такой агрессор. Есть люди, которые являются какой-то там спаситель, который просто обязан спасти всех от меня. Смотрите, какой плотан здоровый вообще. Надо сказать, что к своим 47 годам жизни я уже не мыслю такими категориями, какими вот мыслят эти товарищи. Я не мыслю категориями, что кто-то придет и будет плакать, и я всех буду тут жалеть, да. Какими категориями мыслю я, да. Я считаю, что у меня есть цели в жизни, которым я должна прийти рано или поздно. Я эти цели перед собой ставлю, и я их достигаю. Хорошо или плохо у меня это получается, это уже вопрос второй, да. Но к своим целям я буду стремиться, независимо от того, кто и что обо мне думает. Если проще об этом рассказать, да, то я представляю свою цель, как будто я альпинист, покоряющий гору, да, гору своих целей. Я иду на свою высоту, да, независимо от того, нравится это кому-то или не нравится, да. Итак, кто же меня все-таки полюбит? Вот изначально я хочу сказать, что каждый человек может иметь свои цели. У меня они одни, у кого-то, может, они другие. Так вот, полюбит меня человек, который будет разделять мои цели, которого они не будут пугать, да. Да, допустим, я хочу зайти на гору высотой в 5000 метров, а кого-то пугает высота в 10. Я никогда не буду с мужчиной, которого удовлетворяет зарплата в 30 тысяч рублей, там, или, там, не знаю, в 600 долларов, или еще какая-то зарплата, да. Да, это можно рассматривать как стартовую площадку, но когда человек никуда не стремится, наверное, мне с ним не по пути. Дальше второй момент. Полюбит меня человек, который будет абсолютно свободен. То есть я не строю отношения с женатыми, с людьми, у которых есть подружки, там, еще что-то, у которых не свободны. Люди, которые не свободны, меня не интересуют в силу того, что я никогда не была в отношениях второй, третий, там, 26 по счету, да. Либо я в отношениях единственная, либо меня в этих отношениях нет. Это как бы, ну, я думаю, любая уважающая себя женщина думает точно так же. Дальше я думаю, что меня полюбит человек, который будет разделять, как бы, мои принципы здорового образа жизни, да. Не сказать, что я всегда придерживаюсь, да, но на сегодняшний день я не употребляю спиртного и стараюсь питаться правильно, да, правильной пищей. Почему? Потому что, ну, при моем росте в 150 сантиметров, да, мой вес составляет 60 килограмм. Из них 5, это абсолютно точно лишнее. Если я сейчас при своем росте начну употреблять спиртное и жрать все, что не приколочено, то через пару месяцев я уже не буду проходить ни в одни двери, да. Ну, бегемоты не могут залезть на джамалунгму, поэтому я считаю, что проще в моем возрасте, при моем росте соблюдать какие-то вообще принципы правильного питания для того, чтобы идти к своим целям. В общем, я считаю, что своих целей можно добиться только когда ты полностью здоров, да, следишь за своим здоровьем, за своим питанием. Бываешь вообще большую часть времени в адекватном состоянии. И, в принципе, это вот так я думаю, так я считаю. Вот. Если вы считаете как-то по-другому, ну, это тогда ваше мнение. Со мной можно соглашаться, можно не соглашаться, но я отвечаю на вопросы своих зрителей. Вот так, мои хорошие. Я надеюсь, что я ответила на ваши вопросы, да. И думаю, что вы меня за это видео немножко узнали получше. Ну, кому видео понравилось, подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Поставьте лайк. И до новых всем встреч! Субтитры сделал DimaTorzok